здравствуйте дорогие наши друзья дорогие наши зрители дорогие наши читатели спасибо что смотрит нашу рубрику я очень хотела чтобы вы написали в чате зачем вы смотрите эту рыб рука и что вы получаете каждый раз я бы очень хотели чтобы видеть что вы реально получаете пользу и какие результаты давали вам мои книги как и результат давали вам мои книги и какие результаты давали вам наши тренинги чтобы была польза когда это вижу знаете что иногда порою когда устойчивая делаю? Я читаю ваши комментарии, я читаю ваши активные благодарности, и я хочу вам сказать, у нас самая благодарная аудитория. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам по рубрике смене. То есть у нас есть рубрика по финансовой грамотности, рубрика вопросов по смене отношений, рубрика вопросов по именно воспитанию детей и так далее. Потом есть еще много других направлений, которые вы видите, как в Совете от Довлатова и так далее. Одну из них, вот эта рубрика смене отношений. Хочу ответить. Здравствуйте, Сайдмур Роджабович. Мне с мужем в браке 14 лет. У нас трое детей. За 14 лет муж набрал кредитов. Кредиты он брал на свои развлечения. Пель и наркоманил, разбивал машину, ремонтировали его. Сейчас у нас такое положение, он работает, но денег в дом не приносит. Все его зарплаты идут на погашение этих кредитов. Живем мы на средства, которые я зарабатываю со сдачи квартиры на короткие сроки с субарендованных квартир. Деньги с квартиры уходят на продукты питания, одежду, детьми и прочие необходимые расходы, а также на погашение аренды самих квартир. Сейчас я понемногу коплю деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры. Считаю каждую копейку. Муж тем временем постоянно просит деньги у меня на свои непонятные нужды, постоянно в долгах, и мне приходится погашить его долги. Для меня все, что я зарабатываю, очень дорого. Это большой труд. Такой вопрос. Как достучаться до сознания мужа? Книгу он не читает. Все свободное время проводится с приятелями, бездельниками. Он никак не хочет понимать, что пора задуматься и перестать тратить деньги на свои развлечения. С уважаемым, аноним. Дорогая моя, я вас очень понимаю. Я прекрасно понимаю, что когда женщина сама придется ей обеспечить семью, еще не только обеспечить семью, еще таскать мужа из таких положений и так далее, и так далее. Я думаю так, вам не надо давать ему деньги, в первую очередь. Продолжайте то, что вы создаете там в вашей смене отношений, то, что вы зарабатываете и так далее. Увеличивайте количество квартир, которые субаренды сдаете и так далее. Возьмите себе помощника, еще одного, который как работа администратора делает. Возьмите два помощника. Один должен съедить интернет и только продажи делать, чтобы поток клиентов собрать вам. Другой, который просто 2-3 уборчицы возьмите, которые будут просто убирать квартиры, сдавать квартиры и так далее. Увеличивайте количество квартир и мужу ничего об этом пока не говорите. Нужно время, чтобы он дорос до этого. Накопите деньги для того, чтобы действительно предоплата давать и первый вознос делать и купить себе квартиры. Это очень важно, чтобы потом вы могли даже свою квартиру сдавать и зарабатывать на него и так далее, чтобы эти деньги оставались у вас и так далее. Делайте так. Это будет вашим будущим бизнесом. А потихонечку, когда у вас появится своя квартира, как своя, только тогда покажите эту историю своему мужу. Это результат будет его вдохновлять. Пока ему деньги ничего не дайте, пожалуйста. Иногда люди такие, только их покажешь, потом они поймут. А потом он будет вас лишить. Тогда вы возьмите его с собой и потихонечку вместе делайте эти бизнесы. Конечно, вы правы, что пора останавливаться. Всему свое время гулять, ходить, сидеть, бильярды играть, там, не знаю, в бане ходить, теннис играть и так далее. Всему свое время. Но это не должно быть на ущерб семье. У вашего мужа мышление должника формировалось за 14 лет. Это зараза очень-очень плохая, похоже, как инфекционное заболевание. Она хуже, чем рак или сахарный диабет. Это тяжело. Излечим и вещь. Ход верить или нет, это так. Я работаю с огромными людьми, которые имеют долги, кредиты и так далее. Больше трех лет, если человек в этом состоянии, его сознание привыкает, и он думает, что это нормальный образ жизни, жить в долгах. Он просто это воспринимает как естественный образ жизни и так далее. И каждый раз, когда ему деньги нужны, теперь опять занимает, опять занимает. Просто теперь вы же ему, наверное, больше кредит не даете, теперь у вас он берет. Это первое. Второе. Вам надо переставать подкармливать его. Если вы перестанете подкармливать его именно нужды, тогда, соответственно, вы в своем сознании перестанете его поддерживать. Вот. Помните мои слова. Мы получаем то, что поощряем. В дальний момент вы поощряете, что он брал долг. В дальний момент вы погашаете его долги, поэтому он берет еще больше. Вы поощряете его, понимаете? Своим поведением, своей любовью, своим подходом. Перестаньте поощрять его. Перестаньте погасить его долги. Тогда ему придется за себя самому отвечать. Ему придется задуматься. Помните, жизнь – это настоящая школа. Есть несколько самых лучших уроков жизни. Первое – это попасть в долгах. Второе – некоторое время оставаться совсем без денег. Эти вещи сильно умудряют человека, заставляют измениться. Третья вещь – жить в чужой стране немножко в одиночке. Сам один. То есть подальше отъезжать и жить. Эти вещи заставляют человека осознавать что-то. Так что любая проблема, любой беда – это тоже воспитание. Это тоже. Проблемы придут не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы научить. Заставляют нас прийти на новый уровень. И так далее. Вот такое. А то, что он не понимает, не читает книги, потому что его окружение такое. Его среда такое. Как будто как-нибудь, если в ваших городах будут какие-то мои тренинги, один раз возьмите его и привезите с собой на водный тренинг. Один раз пусть он встречается со мной. С первого раза у него не получится, но раз за разом, раз за разом у него пойдет. Это первый метод, чтобы помочь ему. Вторая вещь – это иногда дома включите, включите именно мой YouTube-канал, несколько вещей. Стратегия мышления богатых и бедных людей, где я рассказываю. Потом включите «10 шагов, как стать миллионером в территории СНГ», включите. Просто включите YouTube и ходите туда-сюда по комнату. Хорошо? И вот формирование мышления изобилия, вот такие, или там как избавиться от долгов и так далее. Вот включите, просто и ходите. Один раз чуть-чуть он слышит. Он будет игнорировать все то, что человек не понимает, игнорировать. Но раз за разом, раз за разом по одной предложению он начнет запоминать. А потом когда-нибудь это ему поможет. Здравствуйте, Устань. Меня зовут Исмаил. Мне 30 лет. Город Худжан. Спасибо вам за ваши книги и советы, которые помогут нам справиться со своими проблемами и эмоциями. У меня с имени вопрос к вам. И очень надеюсь, что он без ответа не останется. Дело в том, что я женат, и у нас трое детей. А недавно я заметил, что отношение моей жени ко мне изменилось. Я не понимал, почему так происходит. И в конце концов, я поймал ее в телефонный разговор с другим мужчиной. Это был любовный разговор. Оказалось, тот мужчина был моим другом, уже бывшим другом. Я спросил у нее, почему так она поступила. Она не смогла объяснить, как такое могло произойти. И сто раз поклонилась, что у них был только телефонный разговор и ничего большего. Она попросила прощения у меня и сказала ее очень стыдно. И она любит только меня и наших детей. Я, конечно, был в шоке и не поверил ей. Мы были на грани развода. Но я все-таки ради наших детей поверил ей и простил ее. Я прочитал в вашей книге, что человек выбирает либо правду, либо семью. А я выбрал семью и любовь. Я очень сильно люблю ее и наших детей. А вот как мужчина с другой предателем хотел разобраться. Он отключил телефон. И исчез. Скажите мне, пожалуйста, как психолог и как семейный человек, правильно ли поступил или мне надо было разводиться с ней? Как быть с другом, бабником? Все время в голове эта мысль крутится и никак не могу забить эту боль. Знаете, вы, наверное, уже из людей, которые я консультировал за эти 22 года, вы, наверное, больше 100 человек, я именно с таким положением консультировал, которое так сложилось. Вы правильно поступили. Вы знаете, как тяжело простить в таких случаях? Вы знаете, как тяжело в таких случаях глотать эта боль? Но это делает вас великим мужчиной. И это всю жизнь ваша жена будет предана вам. Потому что вы, она ошиблась. Люди ошибаются. Нам свойствует иногда ошибаться. Бывает такое. Но надо, чтобы она дальше это не делала. Главное, она просила прощения. Главное, это все поняли. Ради семью боритесь. Выбирайте семью. Выбирайте детей. И вы победите. Поверьте. Вот для вас правда должно стать то, что у вас есть семья, у вас есть дети. Вот это настоящая правда. Позаботьтесь о них. Станьте лучшим отцом. Наступит время, когда она на всю жизнь будет предана вам. Вы знаете, когда человек ошибается, и вы его смогли простить, он еще больше предан вам. Господь же прощает нас. Мы же не идеальны. В одном суре Тафсири Корана прочитал, что если Аллах наказал бы нас за каждые наши ошибки, за каждые наши ошибки, на земле человека не осталось бы. Если за каждые наши недостатки, он наказал бы нас. Понимаете, это очень важно понимать. Так что простите. Вы правильно поступили. А что касается этого бабника, оставьте его в судьбе. Судьба намного сильнее наказывает, чем вы. Судьба намного сильнее мстит, чем вы. Поверьте, это правда. Я убедился в этом. Если вы сейчас его накажете, если вы в душе боль и ненависть по отношению к нему выращиваете, эта ненависть испортит вас как человек. Это яд. Это яд, который внутри вас превращается в настоящий геной и однажды убьет вас. И однажды вы совершите либо поступок как убийство, либо какое-то противозаконное. И это ваша жизнь превращает в кошмар. Не делайте этого. Вы наоборот. Станьте благородным. Отпустите его с Богом. И я вам гарантию дам, что этот человек получит тысячекратно больше от жизни. Потому что жизнь за все отвечает. Сажайте благодарность. Благодарность получите. Сажайте ненависть. Ненависть придет к вам. Это как зеркало. Видишь себя. Старайтесь. Добрым словом. Много хорошего есть. Здравствуйте, Саймур Адовлатов. Кстати, я же помню, я вам сказал, что больше ста человек в таком положении консультировал. Именно те люди, которые соблюдали эту правилу и победили свою боль, победили себя, именно они просветали. Потом приходили, мне благодарили. Потому что у них стала счастливая семья. Понимаете, ваша жизнь это то, что осталось. Это то, что вы прожили. Так что оставшую прижить и хорошо. Здравствуйте, Саймур Адовлатов. Меня зовут Амвар. Мне 17 лет, я живу в Казахстане. Сейчас не знаю, какой путь выбрать или поступить в институт или делать бизнес. Когда год назад мой отец умер. Сейчас моя мама не работает. Уже пенсионерка. Но сейчас надо заработать деньги. Если моя мама будет зарабатывать деньги, но я боюсь, что ее организм не выдержит. Родители говорят, надо поступить в университет, а потом будешь делать бизнес. Не знаю, что делать. Дальше. Пожалуйста, покажите путь. Спасибо за ответ. Конечно, дорогой мой Амвар, поступи в университет. Поступи в университет, это очень важно. Если сейчас ты поступишь в университет, и параллельно делаешь бизнес, параллельно изучай какое-то направление бизнес. Но иди учись в той сфере, в которой в будущем хочешь иметь свой бизнес. Если, например, ты любишь турист, туризм, иди в туристические стороны. Если ты любишь, скажем, финансистами и так далее, банкера, банкерами, в этой сфере иди. Если ты хочешь производством заниматься, иди в технологии, технологом учись. То есть, в будущем, какой бизнес ты хочешь, кем ты хочешь стать в жизни, сначала об этом думай. А потом иди в эту сферу учись, чтобы просто 3-5 лет жизни просто так не проходило. Ради диплома учиться не стоит. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Пишите в комментариях свое мнение. И пишите, что вы получаете от этого. И всегда продолжайте смотреть стабильно нашу рубрику. Потому что капелька воды, которая стабильно капает, в итоге победит камень. Успех именно в системности. Я убедился в этом. Любой вещь, которую системно делает человек, однажды приведет его к успеху. Могу вам сказать, работа над собой длительный период творит чудеса. Работа над собой длительный период творит чудеса. Помните, вы реально превратите свою жизнь в чудеса. Желаю вам успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова